Курортный сезон был открыт новым обликом Аркадии. Перечитал множество откликов в социальных сетях по поводу этого проекта и первую реакцию на посещение этого райского уголка, решил в воскресенье все-таки съездить и посмотреть. Свои впечатления сведу к двум моментам. Такую картинку можно увидеть в разных частях света. Новые курорты модернизируются со страшной силой, хотя есть исключения. И касаются они таких традиционных стран, как Франция, Италия, Испания, Португалия. Говорю, естественно, о Средиземноморье. То, что старая Европа старательно сохраняет свою историю, это банальная истина, потому-то туда многимиллионными косяками направляются туристы со всего мира. Турция и другие арабские страны предпочитают в своем большинстве демонстрировать нечто суперсовременное, дающее качественный отдых и только. Почему одесские архитекторы и скульпторы пошли по второму, а не по первому пути, это вопрос не к ним, а к их заказчикам. Подозревая, те, кто заказывал такую вот длинную аллею без намека защиты прохожих от палящих солнечных лучей, держали в голове прежде всего калькуляцию затрат не только при строительстве, но и в будущем содержание такого проекта. Ностальгировать по разбитым скамейкам, неухоженным кустарникам и угрожающе наклоненным верхушкам старых деревьев поздно. Этого уже нет. И не могло оставаться, ибо для приведения в порядок всего вышеперечисленного надо содержать большой штат специалистов и просто работников, которые обязаны были бы каждый день приводить в порядок территорию и все, что там находится. У города таких денег нет, а предприниматели такие затраты не готовы нести. Посему одесситы и гости получили то, что видим. Не знаю, какие претензии к официальным документам застройщика в Аркадии. Честно признаюсь, такие оценки надо давать специалистам. Но вот почему, так сказать, широкая общественность, которая нынче изрыгает проклятие в адрес творцов этого проекта, не требовала широчайшего обсуждения, когда все еще было не в камне, стекле, металле и пластике. Это для меня загадка. В конце концов, не сомневаюсь, что и Михаил Рева, и Беликов — это скульпторы и архитектор проекта. Достаточно профессиональные люди, дабы воспринять здравые замечания и что-то по ходу исправить. Увы, но одесситы как-то легкомысленно относятся ко всему тому, что не касается их личной территории, будь то дом или палисадник. Такую реакцию мы наблюдали во время обсуждения первого варианта нового генерального плана Одессы. Эта равнодушие потом нам всем дорого обходится. И ситуация с Аркадией — очередное подтверждение такого вывода. Остается надежда, что новые арендаторы, или все-таки хозяева, маленько раскошелятся, попытаются натянуть длинущий тент, который будет начинаться от входа на аллею и оканчивается в приближении к пляжу. Впрочем, подозреваю, кому-то такая жара вполне по нраву. На всех, понятно, не угодишь.